Здравствуйте! В эфире город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как избавиться от свалок? Какие районы Самары наиболее подвержены нагромождению мусора? И что грозит нарушителям чистоты? Об этом говорим сегодня и в нашей студии руководители управления охраной окружающей среды. Андрей Христов и заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и контроля Андрей Каменев. Ваши вопросы, а также информацию о свалках сообщайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Андрей Сергеевич, Андрей Викторович. Здравствуйте. Очень хочется понять, Самара, вот насколько она загрязнена сегодня свалками, что вы можете сказать, и какие места территории вызывают наибольшую тревогу? Вот где такие вот флажки? Ну, действительно, эта проблема существует на территории городского округа Самара. К сожалению, свалки, они есть на территории. Есть у нас и, в принципе, положительная тенденция. Если мы в 2011 году ликвидировали около 300 свалок, то на сегодня, в 2013-2014 год, это порядка 170 свалок. Хоть я еще раз повторюсь, что это положительная тенденция, но проблема такая для города существует. Причем это проблема не только для городского округа Самара, но и для других городов Российской Федерации. А в летнее время вот эта проблема, она становится более актуальной или нет? Или здесь приблизительно ровная картина по всем сезонам? Здесь связано действительно с сезонностью, потому что активизируются работы строительных организаций, тех организаций, которые считают ремонтные работы. И мы в результате вот наших рейдовых обследований видим, что, начиная с апреля-мая месяца, видим на свалках часть строительных отходов. А вообще вот свалки, как вы уже сказали, бывают разными, вот про строительные материалы вы упомянули. А вот понятие само свалки, вот что в него входит? Свалка это что? Свалка это не санкционированное место складирования отходов. То есть по законодательству все те отходы, которые образуются в жизнедеятельности человека, в результате его производственной деятельности, должны вывозиться на полигон. В принципе, четыре полигона, которые расположены за чертой городского округа Самара, они достаточны для того, чтобы разместить те отходы, которые образуются на протяжении 5 ближайших лет. Понятно. Андрей Викторович, вот вы работаете с нарушителями. Как Андрей Сергеевич сказал, легальных вот таких вот мест для свалок много. Когда вы говорите с нарушителями, почему они вывозят на нелегальные свалки, они что отвечают? Вот разобраться в причинах, почему скидывают мусор там, где нельзя? Основная какая причина? Основная причина это деньги. Там нужно платить на легальных, да? Да. То есть вывоз одной машины, там, ну, средней, например, марки КАМАЗ, стоит чуть больше, там, тысячи рублей. А не санкционировая свалка, не санкционировая свалка бесплатно, нашел какое-то место и там... Но мы же все знаем, что это наказуемо, да? Да. И сейчас все больше устанавливается и камеры, и других средств. Получается, что люди не экономят на этом? Ну, так-то вот, по большому счету. Ну, вот у нас русская авось везде работает, и все думают, что они не будут наказаны, хотя... А какие штрафы, вот если сравнить? Как наказывается вот несанкционированный вывоз? Мы работаем при задержании с правонарушителем не только с самим правонарушителем, а определяем, стараемся определить и организацию, на которой он работает, характер отходов, штрафы, например, по статье 10.4 закона 115 ГД регионального об административных правонарушениях. На физлицо там до 4 тысяч рублей, на должностное лицо до 8 тысяч рублей, и уже на юридическое лицо там до 25 тысяч рублей. Есть еще и повторные, значительно усиленные штрафы. А предупреждений вообще не бывает? Бывает предупреждения, но по тому характеру отходов, о чем мы сейчас обсуждаем, автомобильные, мы предупреждения не применяем. То есть это связано, если с физическими там лицами, какими-то незначительными совершенно. Андрей Сергеевич, какую горячую точку, так скажем, вы бы сегодня назвали, обратили на нее внимание? Вот что вас сегодня особенно беспокоит? Сегодня нарушители облюбовали, конечно, не центральные районы. Мы видим несанкционированное размещение отходов на периферии. То есть это Красноглинский район, это незабываемое место, да, в Орлове, Овраге. Достаточно большое количество объемов отходов там расположено. Это улица Демократическая в районе, строящегося стадиона, в районе автосалона БМВ. Садово-Удачное товарищество Мачта. Это Запонской район, поселок имени Шмидта, да, железнодорожный район. Тут наши на данный момент три болевые точки, где мы ежедневно производим рейдовые обследования и фиксируем право нарушения. Сейчас нарушители уже знают, в принципе, график нашей работы, как бы это ни было так грустно и смешно, но сегодня они знают номера наших машин, видят наше патрулирование. Соответственно, мы не фиксируем данное правонарушение, после чего наша машина с инспекторами уезжает, потом видим следы. А вот такие контрольно-пропускные пункты нельзя установить, вот такое круглосуточное, скажем, дежурство, или это вот нереально? Здесь по поручению главы, значит, ряд мероприятий в этой части проводятся в жизнь, внедряются в жизнь. Первый момент – это контрольно-пропускной пункт, то есть это шлагбаум на дороге, это сторож, который не допускает и предотвращает данные правонарушения. Еще второе направление – это видеофиксация, то есть это установка видеокамер. На сегодня у нас уже одна установлена за счет вне бюджетных средств. И уже есть результаты. Буквально на прошлой неделе у нас два протокола зафиксированы именно по фактам, зафиксированные на этой видеокамеру. Также рассматриваются вопросы применения фотоловушек. Это что-то новое, вот все слышала, но фотоловушка… У каждого способа есть свои плюсы и минусы. А кто ловит-то с фотоаппарата? На самом деле это примерно тот же фотоаппарат с элементами также видеофиксации. Там ставится расчетное время, и, допустим, работает она на срабатывание. То есть она находится в режиме ожидания, а когда, если проезжает автомобиль… Ну, вы сейчас секреты для нарушителей раскроете, наверное. А это как раз одна из причин того, что мы здесь в студии и поясняем, что рано или поздно нарушитель не уйдет от ответственности. Понятно. Хочу напомнить, наш телефон 202-11-22. Если у вас есть, вы беспокоитесь, так вас проблема несанкционированных свалок беспокоит, и, может быть, вы даже знаете место такое, сегодня вы можете его обозначить, и наши гости возьмут эту информацию в разработку. Все-таки хотелось бы еще по мерам предотвращения, образования этих свалок. Какая профилактическая работа ведется? Вот вы говорите, вы предупреждаете на первый раз. А еще что? Какая есть профилактика до того, как уже рублем наказывать? Ну, я хотел бы сказать о той работе, наверное, немножко залезть в епархию Андрея Сергеевича. Но, тем не менее, мы по поручению главы администрации недавно сформировали межведомственный план взаимодействия всех структур, которые так или иначе работают над этим. Это и Министерство лесного хозяйства, это и прокуратура, природоохранная прокуратура города. Это, значит, наша ГАТИ, это административная комиссия районов. И вот вся эта работа, совместные рейды, полиция, конечно же, не перечислил, ГИБДД, ведет профилактическую работу. Профилактическая работа ведется с молодежью в летних лагерях, в школах, то есть это на постоянной основе. Какие еще предупреждающие моменты? Управление информационалитики, администрации на постоянной основе размещает информацию, как положительный опыт строительных организаций, так и любой факт правонарушений освещает. Всеобщее обозрение, да? Порицание, общественное порицание, да, совершенно верно. К нам уже поступают первые вопросы. Юрий Алексеевич интересуется. У стадиона «Восход» устроили большую свалку. Если она сейчас в жару загорится, будет большая беда, потому что рядом стоят гаражи. Вот действительно гаражи, машины, пожароопасная обстановка и вот конкретный адрес стадиона «Восход». Вообще вот расскажите, Андрей Сергеевич, механизм. Вот вы получаете такой сигнал. Вот дальше что с этим делать? Значит, в основе своей мы информацию получаем от администрации районов. Они и на земле, они больше и владеют. Дополнительно, конечно, это наша инспекционная работа. После того, как мы обобщаем все данные от районов, мы формируем реестр таких мест, выясняем, если проводим административное расследование, кто собственник земельного участка. Потому что если у нас есть собственник земельного участка, соответственно, мы можем к нему претензии эти предъявлять. Ага, ответственность у него. Конечно, ну, собственник земельного участка. То есть на сегодня вот те места, о которых я говорил, там больше 150 было, да, в прошлые годы. Значит, там собственника земельного участка, соответственно, не было. И приходилось за счет бюджетных средств эти места, значит, освобождать от отходов. На сегодня часть средств сосредоточены у нас в департаменте, и часть средств, значит, в администрации районов. Такая ситуация. Ну, вот если не найдется собственник вот территории со стадионом «Восход», вот что делать? Ну, здесь надо выяснять, потому что здесь граница идет и земельного контроля, надзора, соответственно, и наши мероприятия. Выйдем на место, посмотрим, привяжемся к земельному участку, установим. Если там есть собственник, соответственно, к нему будем принимать меры. Здесь потребуются определенные временные затраты. Значит, если собственника, еще раз говорю, не будет, будем принимать меры, включать его в план ликвидации в словах 15-го года. А вот в отношении собственника, какие меры принимаются? В течение какого времени он должен расчистить эту территорию, все убрать? В зависимости от объема размещаемого отхода. Соответственно, дается реальный срок, то есть в течение которого собственник может устранить данное правонарушение. Это в части физических лиц такое решение выносится одномоментно, то есть сразу. Зафиксировали факт правонарушения физическому лицу, дается время в течение суток ликвидировать данную свалку. Если собственника нет, то за счет, получается, за счет чего это делается? Получается, за счет бюджета городского округа Самара. Ну это же тоже не одномоментно, это вносится в какие-то планы. Получается, что дело затягивается, расчистки, потому что если требуется выделение средств, обоснования, не сразу получается, что свалка эта убирается, если хозяин земли не обнаружен. Ну не сразу, в течение двух месяцев обычно принимаете решение. Не так. То есть административное расследование проводится, срок уходит, и после стечения этого времени принимается решение. Да, Андрей Викторович, что вы хотели? Да, я хотел в свою очередь добавить, вот Юрий Алексеевич обратился к нам в студию. Активная жизненная позиция граждан, это в первую очередь не только сказать, что образовалась свалка, и нужно принимать меры. Хотя бы это, это тоже хорошо. Но я бы призвал всех граждан помочь администрации, помочь самим себе, провить гражданскую позицию, зафиксировать, то есть заявление написать. Если увидел, сфотографировать, желательно, конечно, в момент выгрузки мусора вместе с номером машины. Если такого не получается, принимаются во внимание даже показательские свидетельства. Понятно. А дальше куда вот с этим? И дальше административная комиссия не вправе отказать по закону, ни на одну обращение. Идти в районную администрацию, да? Да, в районную административную комиссию. С этими вот... Да, или письменно направлять, но не позднее двух месяцев после совершения правонарушения. Вот это важный детал, потому что люди скажут, что мы уже не сможем привлечь. Скажу, как будет время, через полгода, да, накажу, нарушить. И вот если там будет сигнал, там, там, всю информацию мы в УМВД передаем, в управление МВД по городу Самарии. И на основании также этого межведомственного плана они наиболее сейчас активны в этой стадии. Да, вот вы упомянули вот такие структуры. Сейчас очень много камер на дорогах, да? И действительно нарушений меньше, потому что каждый не хочет платить лишний раз, разгонится там чуть больше обычного. А штраф-то уже немаленький. Здесь вот один из выходов, да, решения проблемы, вот установка камер. Ну, вы так сказали, пока одна камера установлена, что-то прям совсем... Ну, это... В тестовом режиме, это же лес. Да, это же первая ласточка такая, которую мы должны испробовать. Значит, на сегодня у нас в программе запланированы средства, и мы планируем еще установку четырех таких видеокамер на этих проблемных местах. То есть это в перспективе, думаю, что это третий квартал этого года мы их установим. Следующий вопрос от Валентины Васильевны. Обратите внимание на городское центральное кладбище. Там выбрасывают мусор из-за оградок, и его никто не убирает. Вот это территория городского кладбища, это тоже, наверное, в вашем ведении? Мы возьмем. На контроль нет, это в ведении уже муниципального предприятия, ритуальные услуги. А, да, конечно, там есть собственник земли. Этот сигнал просто зафиксировал, мы ему дадим продолжение. И здесь говорится как раз о том, что, получается, это низкий уровень культуры в области обращения с отходами. Есть места, где, то есть это контейнерные площадки, да, это бункера, где необходимо временно складировать эти отходы. Если житель там 100 метров не может донести до этого контейнера, ну, не знаю, мешочек, да, даже с того же кладбища, это говорит, что не все. У нас очень много сознательных жителей. Но вот, к сожалению, проживает еще небольшое такое значительное количество людей, которые допускают такие правонарушения. А вообще вы как-то вот анализировали причины появления свалок, образования. Вот как они начинают образовываться, с чего? Вот это вот как-то вот изучить, чтобы потом бороться. Ну, я повторюсь, значит, это связано с расстоянием, это связано с застроенной территорией. То есть, если мы видим, что в Самарском, Ленинском, там, в Октябрьском районе у нас плотная застройка, соответственно, там и складировать негде. Чуть уходим мы от центра, там у нас появляются эти проблемные места. В основе своей это строительные отходы и грунт. То есть, на 90% данный вид отхода. Да, это мало такой опасный отход. Это в основе своей отход пятого класса опасности. То есть, это вообще мало, практически инертный отход. Но, где мы видим пятый класс опасности, видим одну кучку, да, не жители, к сожалению, бывает, что вот они подбрасывают и идет нарастание. Да, да, это вот у нас. И где пятый класс опасности, инертные отходы, да, где можно было, в принципе, просто сравнять и территорию оставить, видим мы потом и третий класс опасности, и даже выше. А можно вот чуть подробнее? Вот пятый класс опасности, что это такое, что это за отходы? Как вы их определяете? Ну, это по ряду физико-химических свойств по отходу, то есть, в зависимости от его пожароопасности, токсичности и пять классов опасности. То есть, первый – это самый опасный. Кстати, люминсцентная лампа является, она самая распространенная, да, что мы видим на глазах. Отходом первого класса опасности, потому что там есть ртуть. Дальше идет на понижение. То есть, второй, третий, четвертый, пятый. И, повторюсь, четвертый, пятый класс опасности – это самый малый опасный отход. По лампочкам, вот по этим, вы сказали, была компания, что их собирать в отдельной, даже на рынке, по-моему, на губернском или где-то устанавливали вот эти вот контейнеры. Запомнили, хорошо. Да, я запомнила. Но вот а сейчас как-то ослабло, мне кажется. Это же постоянно нужно поддерживать. Может быть, информационная компания ослабла. А так действует, да? Ну, на самом деле, у нас 18 контейнеров установлены на крупных объектах потребительского рынка. Люди бросают туда все-таки это, приносят. Положительная тенденция, я больше скажу, что это полномочия и управляющих компаний, и жители, являясь собственниками, значит, помещения, да? В том числе и ламп, должны у себя посредством голосованием определять данные места и устанавливать там контейнеры для раздельного сбора. 39 у нас еще дополнительно установлено этих контейнеров управляющими компаниями. То есть здесь тоже есть положительная динамика. Пользуясь случаем, пока специалист у нас в гостях, про батарейки в последнее время началась тоже информация. Компания, это тоже опасный вид отхода? Получается, или что? У него присутствует третий-четвертый класс опасности. На сегодня, в принципе... А куда их выбрасывать, если это опасно? Так же, как и все отходы, коммунальные отходы на полигоны. Ну, на сегодня эта тенденция к организации этого сбора, она есть. Значит, группа компаний КАОС, мы тут рассматриваем варианты, в том числе на тех же крупных объектах потребительского рынка установить такие же контейнера. Но сегодня там проблема следующего порядка. У нас всего лишь на территории Российской Федерации только одно промышленное предприятие, которое утилизирует эти батарейки. Да, собрать это не проблема, а вот кто их будет утилизировать? Ну, и цена там достаточно серьезная. Ждем мы через полтора года, что батарейки зайдут в список запрещенных предметов, которые нельзя будет захоранивать. И тогда этот процесс уже зайдет в букву закона, и они будут только утилизироваться. Понятно. Следующий вопрос из Сергея Викторовича. Не так давно говорилось, что в городе будет создан реестр оврагов. Что делается в этом направлении? Есть овраг между Советской Армией и Пятой Просекой, и он постоянно заполнен мусором. Вот насчет оврагов, которые заполняются мусором. На сегодня у нас в департаменте такой реестр еще пока не создано, но проблемы-то действительно существуют. Как правило, овражная сеть, а считается, что это легкие города, расположены частные индивидуальные жилые фонды. И не все, к сожалению, жители централизованно вывозят отходы своих частных домовладений. Да, вот у меня картина так и стоит перед глазами. Едешь мимо оврага, и вот стенки, да, вот эти вот оврага, они все практически... Здесь ряд мер администрации осуществлено. С 2011 года построено более 270 контейнерных бункерных площадок. И на сегодня тоже призываю к жителям активно заключать договора и, соответственно, на вывоз отходов и размещать эти отходы на контейнерных площадках. Это вот первый вариант вывоза отходов и решения проблемы. Второй вариант – это поведерный сбор вывоза отходов. То есть гражданин может заключить индивидуальный договор и контейнер свой хранить на территории своего земельного участка. То есть на территории с домом. Различные варианты и оплаты там присутствуют, и периодичности вывоза. То есть это одно из направлений решения этого вопроса. Характерно и важно, на сегодня это не является обязательным... Закон не прописан обязательно заключение договора. Но с 1 января 2016 года это будет коммунальной услугой. И все жители частного сектора должны будут заключать данные договора. Да, вот это вот важно, очень существенно. Изменения в жилищный кодекс будут внесены. Да, вот это очень хорошо. Андрей Викторович, а пока вот это законодательство, закон не вступил в силу. Можно вот человека, как остановить, который вот выбрасывает мусор во враг, вот в этом частном секторе или там в дачном массиве. Что можно сделать, чтобы остановить? Вот если соседи видят, что есть такой вот товарищ, который постоянно вот вносит и вываливает во враг свой бытовой. Написать заявление. А вот в массиве-то в дачном, вот вы говорили про район администрации, туда нести. А в таком массиве кому обращаться? Ну, этот массив все равно на территории района находится. И нужно в административную комиссию написать заявление. Административная комиссия по данному адресу выйдет и оформит необходимые документы. Механизм один, обращаться в административную комиссию района, несмотря на то, там в городе он или там уже. Я хотел бы еще раз отметить, что максимально видео-фотофиксацию делать. Да, обязательно. Чтобы была четкая, доказательная база. Но постоянно выбрасывают это сделать, несложно. Да, 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 потому что, конечно, люди, кому хочется жить, вот дышать отходами. Выезжают на природу, на дачу и так далее. И вот около свалки жить тоже, я думаю, что люди должны активизироваться и этому противостоять. Следующий вопрос от Ольги Юрьевны. У нас дача в пригороде в районе Сухой Самарки. Нет ни одного контейнера на большой территории. И горы строительного мусора. Как нам самим организовать вывоз мусора и сделать там площадку? Куда обратиться и что сделать? Вот уже, как бы, вы говорили, что должны быть инициативные граждане. Да, очень приятно. Вот конкретно, да, вот что вот, если займется... Хороший вопрос, резонный вопрос, особенно сейчас актуальный. Есть садово-дачное товарищество, есть председатель. В уставе прописана, в том числе, наверняка, организация сбора вывоза отходов. На общем собрании председатель должен включить в повестку данный вопрос и организовать этот вывоз. Организация перевозчиков у нас на территории городского округа более 20. То есть здесь надо просто выбрать наиболее оптимальные условия по организации вывоза, наиболее, чтобы цена была подходящая, соответственно, решить эту проблему вопрос. Хотя я тоже житель Сухой Самарки, дачный участок рядышком, беру мешочек, везу в свой контейлер. Ну еще бы вы нарушали, конечно, как руководитель экологической службы. Понятно, что это нормально, это нормально, да, это нормально, да, конечно. Конечно. Я хотела бы вот для тех, кто ненормально к этому ко всему относится, уточнить. Вот штрафы вообще вот возбучили, цифры там 4 тысячи, еще что-то там для, ну не такие для юридического лица большие деньги, да, вот так прямо скажем. Ему легче откупиться, наверное, и еще год бросать мусор. Они как-то будут повышаться, штрафы, в ближайшее время? Потому что иногда кажется, что пока вот уже не повысишь, уже проблему не решишь. В настоящее время предприняты некоторые шаги. Это первое, это мы пытаемся расширить круг лиц, кто будет составлять данные протоколы. Потому что сейчас этим только административная комиссия уполномочена. А мы обратились сейчас в законодательный орган, который рассматривает наше предложение по расширению круга лиц. То есть все работники администрации, чтобы имели на это право, чтобы расширить круг лиц. И второе, администрация сейчас в данный момент, правовая служба администрации, правовый департамент рассматривает возможность увеличения штрафов именно по статье 10.4. Такое поручение главы администрации Олега Борисовича Фурсову было дано. В межведомственном плане это закрепили все процессуально. Поэтому я думаю, что в этом уже месяце будет какое-то решение. Андрей Сергеевич, а вот основная такая действующая сила в решении этой проблемы, это кто? Вот кто этим постоянно занимается, мониторит, контролирует? Вот на кого нам полагаться, ну кроме вот активной общественности? Наш департамент, благоустройство, экология. А там кто этим занимается конкретно? На местах, на местах. Вот хочется понять схему вообще работы, кто вот на местах работает. Ну комиссии штрафуют, ходят, а вообще кто контролирует? У нас есть отдел экологического надзора в рамках первенных полномочий, которые осуществляют экологический надзор. То есть 12 человек, значит, что касается в части свалок, ежедневно у нас происходит патрулирование. Вот это вот инспекторы, наверное, да? Ну да, это инспектор. Значит, ежедневно у нас с утра мы планируем, мы знаем эти болевые точки, все, поехали с утра до вечера. Значит, дополнительно хотел бы отметить про штрафные санкции. Да, действительно, на сегодня, на наш взгляд, наверное, незначительно. Но в свете поручения главы городского округа, значит, на сегодня у нас началась работа предъявления исковых требований о вреде окружающей среды. И тут уже к нарушителям уже достаточно серьезные, на мой взгляд, идут штрафные санкции. Значит, сумма там колеблется в зависимости от объема отходов, в зависимости от класса опасности отхода и в зависимости от того места, где эти отходы размещаются, они санкционированы. И тут уже цифры колеблются и 40, и 50, и у нас последние, одни из последних есть в районе 150 тысяч рублей. Сейчас мы, значит, такие документы нарушителям отправили, и у нас пошло в взаимодействии с нашим профильным министерством, пошло первое исковое требование о принудительном взыскании этих средств. То есть здесь, я думаю, нарушитель уже будет, наверное, в кавычках, зачешется, да? Да. То есть здесь такой порядок. Я хотел добавить, мы совсем не сказали о полиции. Полиция, в свою очередь, наряды своей патрулирования приблизила к местам свалок. Вот ведомство Андрея Сергеевича им направляет постоянно вновь возникшие свалки. А дружинники, которые тоже сейчас вот так активизировались, тоже? Да, сейчас я все расскажу, да. Это в рамках плана, да? ГИБДД, данные поручения, если идет грузовая машина с отходами, останавливать, есть ли документы разрешительные, там, куда, что, чего, фиксация происходит. Дружинники. Есть уже положительный опыт, три КАМАЗа задержали, ночной патруль так называемый, да, зафиксировали в Куйбышском районе. Один КАМАЗ у нас на штрафстоянке стоит уже более двух недель. Да, он, наверное, потом не рассчитается. Да, ждет судебного решения. Да, да. Я просто очень мало времени хочу зачитать сообщение от жителей. Александр Эдуардович, стадион Торпеда-9, здесь огромная свалка, помогите нам навести порядок. Ну, это в качестве вот информации, стадион Торпеда-9. Александр Викторович, на пятой просеке маленькое озеро, озеро рядом с домом 107, и там все замусорено. И понаставили гаражей, а жители не вычищают своими силами. Помогите нам решить проблему. Вот, как-то, может, прокомментируйте последнее. Вот, наставили гаражей, все замусорено, и озеро, это же вот уже экологическая проблема, да, если вот озеро замусоривается. А жители не чистят ничего. Вот как решите ее эту проблему? Здесь по нашей программе экологической, значит, запланировано средство на очистку водоемов. Ежегодно мы порядка пяти-семи водоемов чистим в зависимости от загрязненности водоема. По данному адресу у нас его в плане нет на данные в этом году, но я записал, выедем, посмотрим. А второе, действительно, Андрей Викторович туда эти отходы привез и разместил там, в том числе и гаражи. То есть это то сообщество, которое там рядышком проживает. Там организовываться надо, субботник организовывать, привлекать для этого администрацию района, она посильную помощь. Волонтеров. Волонтеров. Ну, вот уже конкретные советы, да, самим. Активисты должны, да. Никто не приедет за жителей местных, никто не будет чистить. И последний вопрос, вот как вам кажется, удается, удастся вообще решить, когда тут проблемы? Вот кардинально и полностью. Мы оптимисты. Мы с функционированных свалок. В том числе и с вашей помощью. Спасибо большое. А у вас какое мнение, Андрей Викторович? У меня такое же мнение. Мы для этого работаем. И любой результат, это положительный результат. Мы к этому стремимся. И все-таки, да, вот акцент на то, что и люди сами, не вот не сверху кто-то должен приехать, наказать, оштрафовать и почистить, а сами должны активизироваться. Спасибо огромное за то, что пришли, рассказали об этой важной проблеме. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин